всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня в меню опять немного испании я стараюсь выбирать и показывать соответственно вам такие испанские блюда которые на мой взгляд несколько необычно по вкусовым сочетаниям по сочетаниям продуктов для среднестатистического так сказать жителя бывшего ссср однако стоп сначала минутка рекламы спонсор сегодняшнего выпуска интернет-магазин суперпосуда.ру как вы уже поняли из названия там можно купить супер посуду но не только кастрюли кухонная утварь ножи даже кухонная техника все есть наличие если вы хотите сделать подарок себе или своим близким а шляться по магазинам вам лень проходите по ссылке в описании ролика и выбираете подарочек и еще один момент крайне приятный для зрителей кулинарной пропаганды каждому покупателю предоставляется бонус в размере 500 рублей этим бонусом можно платить до 20 процентов от стоимости вашей покупки примеру выбрали на 2500 рублей подарочек 20 процентов 500 рублей то есть две тысячи своего кармана заплатили 500 бонусом если подарок дешевле 1250 рублей то 20 процентов от этой стоимости 250 будет да то есть поэтому получится только 250 рублей можно будет бонусом перекрыть на 1000 своего кармана короче профит да если вы уже зарегистрированы в магазине суперпосуда точка ру покупали что-то там раньше то скидку все равно можно получить укажите своем личном кабинете промокод cool pro и наслаждайтесь спасибо спонсору и так возвращаясь нашим баранам напомню что канал называется кулинарная пропаганда и создавал я его не для того чтобы рецепты вам показывать а для того чтобы показывать технологии принципы приготовления да на базе этих рецептов но в первую очередь важны именно идеи не знаю как вам а мне интересны именно они и вот сегодняшний рецепт как раз таки за этих вот необычных ну необычных на мой вкус сочетаний отличная база для целого семейства новых рецептов называется простецки эстафада до вердура скон чиперонос и гамбас то есть переводе на русский это будет как тушеные овощи с кальмарами и креветками даже не кальмарами кальмар чиками то что взрослый половозрелый кальмар на испанском каламар мелких раз таки чиперонос что особенно приятно для сегодняшнего блюда не принципиальное использование именно свежих овощей или свежих морепродуктов все прекрасно получается из замороженных я вчера купил таких вот ледышек чипероносов и бобов разморозил уже бабы еще до конца не разморозились остальные овощи свежие взял ну и прикупил еще крупных красных креветок это сырые это порода такая красная гамбас рост называется дорогие собаки я купил собственно говоря только ради красоты картинки совершенно не обязательно именно такие вот используют в кадре уж больно эффектно смотрится готовится все очень быстро чуть больше полчаса и у вас мировое морепродуктовая рагу в тарелке поехали сначала быстренько нарублю овощную часть лук-порей чеснок сладкий перец и красный зеленый нет неважно гребчатый лук и цукини размер кусочков примерно одинаковый и хорошо чтобы кусочки по размеру сочетались с бобами которые вы будете использовать если используете не такие крупные белые бобы как я а белую тарную фасоль от ее размера и отталкивайтесь так предварительная подготовка почти закончена овощной набор готов приступим парочка ложек ароматного оливкового масла будет классно если смешать хотя бы ложку экстра вёрджин с ложкой масла для жарки если уж совсем жаре другое масло используется и быстро обжариваю кальмарчик of огонь сильный даже очень сильный обжаривать надо помешивая таким вот мелким хватит в пары минут если покрупнее можно три минуты обжаривать еще совсем крупные вы их кусочками нарезали но 4 минуты это максимум кальмар он же как яйцо чем дольше варишь тем он жестче становится нет конечно если совсем уж долго варить то он конце концов размякнет но мне долго не надо все вытащу пока морских гадов пусть полежат и подождут своей участи а в этом же чугунке начинаю готовить овощную часть сначала лук репчатый парень перец огонь все такой же сильный обжариваю примерно три минуты помешивая я вот про время вам говорю но на самом деле не обращайте внимание на время она приблизительная этот эти самые минуты которые указывали верны для того количества продуктов которые я использую для моей мощности комфорки газовой горелки и для моего размера чугунка если вы допустим два раза больше овощей там положите или два раза больше объем продуктов возьмете то и время вас увеличится два раза конечно но процентов на 30 так точно смотрите овощи чуть-чуть схватились чуть-чуть стали мягче значит можно добавить цукини чеснок и перемешать обжаривать теперь уже чуть подольше периодически помешивая тут принцип следующий в первую очередь обжариваем сладкие овощи в луке сахар содержится в сладком перце сахар выделяется карамелизуется с отличную такую основу для соуса а во вторую очередь выкладываем водянистые овощи ну как цукини например если цукини долго готовить он в кашу расползется у него не будет ни вида ни вкус никакого дополнительного не появится так что ему поменьше времени красота добавлю сладкой паприки и возвращаю кальмарчиков и перемешать и теперь бульончик можно использовать рыбный можно куриный какой найдете в морозильнике такой и плюхать и рыбный конечно поинтереснее будет звучать теперь нужно дать закипеть убавить огонь до слабого и тихо варить под крышкой 10 минут и если бы не сырые креветки у меня был бы перерыв так мне есть чем заняться кстати панцирь и голову не выбрасывайте приготовьте лучше креветочный биск на канале давно уже ролик висит если кто не видел в левый верхний угол экрана щелкайте на слезательный знак и смотрите пока болтал и креветки чистил 10 минут прошло выкладываю сюда бобы зря на кальмаров положил раньше времени их нам только сейчас нужно было класть я думаю все таки они слишком маленькие крупнее были бы можно было пораньше положить ничего посмотрим как получится так и перемешать эти бобы продаются уже отваренными потом заморожены по сути их нужно только прогреть они мягкие в принципе если их обжаривать им хватает минут 15 наверное тепловой обработки для того чтобы совсем мягкими опять накрываю крышкой и пусть тонится еще пять минут а вам чтобы не запутались с приготовлением пока основные этапы но напомню временные все промежутки указаны из расчета использования моего количества продуктов и моего чугунка вы корректируйте при необходимости я прекрасно Понимая, что, мягко говоря, далеко не все из вас готовят по показанным мною рецептам. Но для тех, кто готовит, вот эта вот вставка, которая только что была с основными этапами, мне кажется, очень удобна. Последние штрихи выкладываю в кастрюлю креветок. Перемешиваю. И оставлю еще на 5 минут. Под крышкой. Обратите внимание, я ничего не солил, потому что у меня бульон уже соленый. Если уже у вас он не соленый, то самое время выправить ваше блюдо на вкус. Я петрушки нарублю. Петрушка и морепродукты просто как чук-гек. Вот как Рома-Пипсикола. Практически как братья. Все готово. Какая красота. И перемешать. И сразу же к столу. Если вы любите кальмаров, но не знаете как, попробуйте немного обыспаниться. Я просто-таки уверен, вам понравится. Это классно. Бобы придают, ну, нажористый, что ли, да? Ну, как картошка. Есть что пожевать. И они при этом пропитаны вкусом сладкого перца и морепродуктов. Очень-очень классное сочетание. Дайте я еще и креветосину утащу, такую здоровую. С креветками вообще просто песня. Это, конечно, еще заслуга креветок, что они сами по себе вкусные. Ну, крупные креветки вкусные. А здесь не просто вкус морепродуктов, а вот именно такой креветочный, насыщенный. Это просто здорово. Можно креветок не отваривать, как в самом конце я закладывал, а отдельно на сковородочке слегка поджарить. И буквально за минуту до завершения готовки тоже положить. Просто будет классно. И насчет кальмаров. Зря я переживал, что положил их пораньше, минуты на 10. Очень мягкий, прям нежный. Просто супер. Никаких нареканий к кальмарам нет. Конечно. Очень важно в этом блюде использовать хороший насыщенный бульон. Не просто там отварить что-то и все. А если готовите рыбный бульон, то положите во время варки вот этих рыбных костей всяких овощей. Подпалите на сухой сковородке морковку. Прямо на половинку разрежьте и туда ее луковицу. С курицей можно и косточек тоже подпалить. Можно куриный домигляс, который я вам показывал, тоже использовать. Небольшое количество. Можно рыбное фюме. Я вам показывал? Нет? По-моему, показывал. Ну, даже если нет. Ну, то есть насыщенный такой концентрированный бульон. Будет вообще просто сказка. Так что смело берите этот рецепт на вооружение и готовьте. Еще раз напоминаю вам про спонсор сегодняшнего выпуска. Магазин суперпосуды.ру. И про бонус от этого спонсора. Приобретите что-нибудь себе в подарочек. Спасибо вам за компанию. Спасибо за лайки, дизлайки, репосты. Обязательно попробуйте и расскажите, что у вас получилось. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok